Братья, враг наступает. Мы должны сдержать их возле залива до тех пор, пока не будет завершена разведка базы. Приветствую, братья-космодесантники. С вами командор Атомный и отряд космического спецназа КСН. Как там называемся мы? Сейчас я вспомню. Какой-то там караул. Ах, да! Караул Смерти. Ну, мне бы лучше караул, помогите, но ладно, будет так, караул Смерти. Значит, Девастатор, Опустошитель Космодесанта. Стреляет из тяжелого оружия, которое причиняет огромный урон врагам. Однако, тяжелое оружие требует больше очков действий. Опустошитель Космодесанта хорош против врагов высокого уровня. Вот так вот. Это у нас получается. Еще один Ультрамар! Серьезно! Ребят, это Космодесанта... Это караул Смерти или это Ультрамары и остальные? Так. Начинаем с кого? А кто у меня там умеет суперкрутой навык? А так вот... Теллион... Нет, Теллион, по-моему, как раз копит. Да, вот! Вот, Леонардо Ди Каприо, давай. Леандро... Леонардо! А не Леандро! Походу, я переименую своих старых бойцов, которых мне очень нравится. Итак, атака! Поехали! Ну... Пошел! Выстрелил по всем, но попал нет. Печалька. Раз, два, три... Четыре. А если наискосок? Раз, два, три. Но он ударит только одного. Ладно. Стоим. Стоим, держимся, бойцы! Красной армии. Галактической красной армии. Так, сейчас по вот этому парнишке кто-то ударит. Это все было бесколко. Это все было напрасно. Вот! Ведроидус! Молодец! Так и надо себя вести. Давай ускоряем. Интересно, а здесь можно будет набрать себе кучу опыта? Если можно будет... Я даже не знаю, стоит ли. Поддерживающий огонь. Все... Космодесантники караула смерти могут быть поставлены в режиме поддерживающего огня. Находясь в режиме поддерживающего огня, космодесантники сохраняют оставшиеся очки действий и используют их во время хода врага, когда он приближается на достаточное расстояние. Нажми кнопку поддерживающий огонь слева, когда выбран космодесантник. Это активирует данный режим. А в первой миссии такого не было. Почему? Ведроидус, разберись. Давай. Подходи, Ведроидус, бей. Срывай на них свою злость. За то, что в прошлой миссии не было контратаки. Так, и кто это? Ремус. Но это будет у нас Аспектус Ретардус. Хотя это больше с тяжелым вооружением больше напоминает слоу-покус. Но не могу я забыть про своих бойцов из Космических Волков. Слоу-покус и Ретардус. Мы с ними так долго воевали. Поэтому это официально будет слоу-покус. Так, какой выбрать цель? Мне нужна просто охрана. Все. Что? Подожди. Давай сюда. А, тут надо сектор какой-то выбрать, в котором они будут держать оборону. Хорошо. Так, Леонардо Ди Каприо. Им нужна музыка из Титаника. My heart will go on. И все такое. И Телеон. Вот тоже надо переименовать. Ну, в Ретардус, скорее всего. Давай сюда. Ну, пускай вот так вот стоит. Все. Ход врага. Давайте, динозавры. Умирайте. По-моему, умер. Они... Мне кажется, они не доходят. Мне кажется, что-то не то. Нет, динозаврики. Вот так вот даже, да? Все походили или не все походили? Моя очередь. Так. Ведроид. Ты у нас опытный боец. Подходишь сюда и сейчас как ударишь по всем. Вот вот этим. Давай. Бей по всем. Давай. Как это работает? Это так работает? Нет, подожди. Ну и как работает навык? Удара по всем. Давай. А третьего не досыпешь? Ну ладно. Так. Молодец. Вот я понимаю. Ведроидус знает кто в мясорубке. Он уже мертв. Слоу-покус. Я понимаю, нравится стрелять, но он уже мертв. Ди Каприо. Молодец, Ди Каприо. Давай сразу караул. Стоишь здесь, смотришь. Теллион. Тоже на караульчике. И А, не хватает, да? Чтобы слоу-покуса поставить на караул. Ну, по-моему, здесь все ясно. Это динозавра цит, да? Рептициды или как это называется? Вот я вспомнил наконец-то кто захватил мир и кто всех контролировал. Рептилоиды. Спасибо, рептилоиды. Спасибо за подсказку. Точно. Караул смерти против рептилоидов. Древних правителей земли. Поддерживающий огонь. Не забывая использовать поддерживающий огонь. Да, да, я понял. Поддерживать штанишки. Он позволит с легкостью отражать атаки врагов при защите локации. Поддерживающий огонь будет прекращен, если космодесантник получит урон. Для перехода в режим ведения поддерживающего огня нужно потратить... Да, это контратака. В моих пошаговых настолках, которые я создавал когда-то давно, это называлось контратакой. Или по-английски Overwatch. Этот самый Overwatch. Давай так. Стоим себе. Прохлаждаемся. Аж три ультрамара. ведроидус. Молодец. Не зря я тебе меткость скачал. Два из двух. Ну, это не совсем получилось у тебя, ведроидус. О, там слоу-покус уже убил и продолжай. По-моему, мне кажется, он наслаждается. Кто-то может это комментировать. Знаете, вот слоу-покус он ведет себя как Влад Бутерин. Человек уже мертв, а он дальше его пинает, пинает, пинает и еще. Наслаждается. Или не человек, а оси. Ну, в данном случае рептилоид. Я не знаю, любит ли Бутерин бить рептилоидов. Может, он наоборот скажет рептилоиды, вымирающий вид. Оба, что это такое? Боже, В общем, понятно. Тут можно снова набрать себе кучу очков. Но на самом деле надо будет ведроидуса сейчас отвезти назад, потому что все-таки зарабатывать очки сейчас нужно другим ребятам. Вот Элиону не помешает немножко очков. И Леонардо Ди Каприо не помешает. Видите, не сбалансировано, не продумано, что вот так вот можно на первых же уровнях набрать себе опыта просто по самое не балуйся. Он умер, он умер. Слоу-фокус. Нет, не дошел. Угу. Моя очередь. Давай. Ну, ведроиды на самом деле, а также и другим пострелять. А то получается как-то слишком жестоко. эти ребята в оборону. Давай я прикрою вот сюда и поставлю в оборону. А этот парень вот так вот. Знаете, увидимся, наверное, уже, когда мне надоест зарабатывать опыт на этой миссии. и снова будет обрезка. Ну, уж вот так вот оно устроено, что здесь можно зарабатывать много опыта. Ааа, ведроид тебя покусали. вообще дела идут замечательно. Ведроидус. Опа. Давай, давай, отлично. по-второму мимо. ведроидус, ну, как-то. Ведроидус, не надо этого. Одумайся. Одумайся. Это как они снова, ящероподы или кто они? вот уже не помню. Память, блин, как у золотой рыбки. Три секунды. Ну, в общем, увидимся, да, когда я набью много опыта. не понял а где еще не уж что они закончились по-моему мы всех убили и остались одни вот что бывает какая печальная участь ждет космодесантников всех убили остались ну и где враг ведро и доспроверь я не вижу врагов нет ну нет неужели они закончились не может быть они же должны были захватить вселенную а как же предназначение съесть все съесть все печеньки терры они должны были это сделать ну как так ведро и ты расстроен скажи под пожалуйста у вас кто-то там лазит я услышал только не могу найти вернее ведро и не может найти короче всех врагов убили супер иначе возвращаемся эвакуации давай ведро и трассы и так не интересно мы всех убили уходим отсюда так три ультрамара нет ну это какой-то вообще перебор я бы с радостью трех волков имел бы своем отряде а мне дают ультрамаров мне почему-то кто знает хорошо кодекс часом ультрамары не из китая про просто интересно вот это просто интересно и победу вот видите камера не очень-то хорошая камера победа так получили опыт леонардо дикаприо нормально две тысячи опыта тысячу четыреста телон получил его переименовать надо в ритар дуса ведро и дус геймингу с две с половиной тысячи да хорошо качаешься римус полторы штуки ну лучше всех ведро и конечно и так силовой топор угадайте кто его заслужил кто у нас ведроид кто ведроид ведроид заслужил плюс 70 процентов точность 40 процентов крит 200 процентов урон ведроид а какая способность если твой космодис если твой то твой ведроид будет атакован в ближнем бою то с вероятностью 50 процентов он сможет произвести бесплатную ответную атаку ведроид это твое твой топор выбораны в бою против как они называются ящерицы звероящие заговор блин почему я постоянно забываю кто у нас в мире устроил заговор кто контролирует всех людей кем является путин блин а ну что поделать так ведроидус значит что тебе вот это это уже устаревшее берем тебе топорик вот теперь красивый топор есть в руках ну плазменный пистолет просто болтер не на что пока поменять извини ведроид три тысячи опыта за двенадцать разблокирует услуг с военным снаряжением за двенадцать тысяч то есть первые две тысячи следующий двенадцать и это называется справедливость который нет меткость еще меткость и давай еще меткость да хватит все надо надо метким топор в конце концов он требует меткости снайперской сам понимаешь ведроидус так какой у нас ремус это не ремус это у нас таткатмена так адептус слоу покус так хотя адептус не надо и так понятно что все адептусы слоу покус не так вот слоу покус все прям слоу покус как и должен был быть он слоу почный так оборудование никакое нельзя взять что у него за навыки меткий стрелок плюс 20 к точности и 20 процентов к урону используется один раз в 3 хода специальность болтер плюс 15 уронов от оружия типа болтер вообще-то плазма тяжелая у слоу покуса 2 процента вероятности снизить очки действия на 1 за каждое попадание неплохие навыки но пока я возьму пару раз меткость чисто на всякий случай вот три меткости как раз будет хорошо слоу покус так телеон у нас не телеон ретардус как я долго ретардус как я по вам скучал вы правда перешли в орден ультрамаров не пойми почему но тем не менее так возможность какая плюс 20 к тончинности всех дружественных космодесантников до твоего следующего хода вот это я и хотел взять и меткость качаю нормально ретардус дикаприо вот что у тебя с именем дикаприо ле ле на леонардо леонардо дикаприо вот леонардо кстати сколько у тебя опыта у дикаприо 2 310 знаете что я еще хочу где у нас ретардус 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 а возьми-ка себе плазму давай вот смотрите он прям радуется смотрит вау мигает огонечек компания значит это мы проходили часть 1 2 теперь часть 1 3 самые дальние места астрофат приходят из асталат сектор в ней говорится приближение тиранина караул смерти собирать разве данные по-моему это все время пишется одно и то же давайте точку извлечения хайв гуард страж улья имеет на вооружение невероятно мощную импейлер кенон выжигающую пушечку которую они могут использовать при начале своего хода если в их поле зрения попадет космодес понятно космодесом нужно аккуратней быть стражем улья братья слишком поздно для этой планеты высокопоставленные чиновники империума эвакуируются возьми контроль над генератором чтобы находящаяся здесь электроэнергия продолжала работать и мы установим советскую власть на этой планете для империума поздно время для союза итак герои космодесантники ветеран тактический космодесантник был добавлен в твою команду в дополнение к стандартным космодесантникам караул смерти может рекрутировать ветеранов чемпионов и героев чем выше ранг космодесантника тем больше его потенциал роста ну то есть если обычный космодесантник метр восемьдесят да я думаю герой он метра два с половиной может быть три уточним как будет и снова ультрамар да то есть у нас ведроид а нет это кровавый это кровавый орел а мистер чейзер приветствуем в нашем отряде мистер чейзер мой друг который собственно и показал мне эту игрушку и помог мне начать снимать видео для ютуба поэтому передаю ему большой привет у него на канале можно тоже посмотреть полное прохождение караула смерти с разными забавными комментариями поэтому можете можете обратиться посмотреть приветик мистер чейзер ну давай потихоньку так ведроидус идет вперед тактически всегда разумно продумать свои действия перед тем как вступить в неразведанный район да ладно вперед прорвемся сейчас ты можешь сразу броситься на штурм или же разделить свою команду на группу и обойти противника с обоих флангов выбор за тобой а еще я могу ничего не делать вот и и хорошо видите камера вообще полностью сверху и ее на самом деле не не получается наклонить как-то по-другому я вот клацаю клацаю не выходит такой ракурс вот неудобный давай сюда чейзер так чейзер подошел теперь подойдем сюда и ретардус станет кстати как-то неправильно ретардус то должен быть с огнеметом а он вообще-то с плазмой да ну дикаприо все нормально стой прикрывай давай сюда и слоу-покус давай подходит а слоу-покус должен быть с плазмой но все все не так в карауле смерти как как ожидалось пошли 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 проклятые ящеры нет мне нужно качать конечно же сейчас чейзера чейзерус адептус чейзерус а вот есть давай посмотришь ты вот сюда ну просто так в этот уголок мало ли кто там появится ретардус идем сюда и контратака здесь не надо спешить мы двигаемся постепенно кроме ведроида ведроид он постепенно не может ведроида адреналин и меч зачем спрашивается осторожность когда есть топор к меч топор есть зачем осторожность человеку с топором по-моему это всем тем кто видит человека с топором им нужна осторожность все да о первый зверь убит не спеша опа кто это у нас тут так так чейзер сможешь достать давай попробуем рискнем чейзер выбор за тобой кого убивать молодец а теперь ведроид ты смотри кто спрятался за углом ведроид ну ветрой ну почему так ты постоянно я же себе качал меткость давай посмотрим что здесь ритардус дикаприо дикаприо должен идти сюда и петь песню о фуре фаре верю а и так далее блин я забыл еще походить с лоу-покусом хотя именно этого и стоит ожидать от слоу-покуса слоу-покус идет сюда со своим тяжелым орудием со своим болтом ну чейзер чейзер ты не можешь ова чейзер сейчас как в этом в эквилибриуме с одной стороны с другой стороны с третьей стороны вот это раскидал так раскидал это нам нужно сюда выстроиться я так понял да давай страж сюда отлично ритарду слоу-покус подходим ритардус и у нас дикаприо дикаприо сюда станет дикаприо классный навык который спасет если что в трудную минуту сразу по многим целям атаковать все хорошо все стоим неудобно камера блин в отличии от космических волков где камера там она в красивых ракурсах становится и так удобно повернуть сделать здесь блин нет здесь блин нет оба чейзерус огонь есть вот иди сюда ну нам нужно выходить вперед тяжелым видит кого-то потому что они медленные вот эти девастаторы за счет того что им два надо на выстрел два действия так ведро это ну и тебе уж извини ты уже прокачался прикрывай здесь а качаться будет леонардо дикаприо чтобы потом в конце эпично взять и умереть давай плазма плазму ретардос что ретардос подойдет сюда и станет на охрану прекрасно в ходу врага камеру в ходу врага нельзя перемещать твоя очередь неужели неужели моя очередь так ага ведро иду смотри туда дикаприо тебя здесь ну давай оба убивай молодец оу наконец-то можно из тяжелого оружия пострелять давай убил убил слоу фокус первый стал на позицию я хочу посмотреть как стреляет ретардос сможешь выстрелить ретардос нет ретардос не сможет выстрелить поэтому отойдет назад чтобы выстрелил чейсер чейсер нет не достаешь а так а так уже достаешь не добил ааааа нет слоу фокус сейчас слоу фокуса бить будут видите загрызают они достаточно быстро казалось бы казалось бы дикаприо стал чейсер добивает ну и мы уже увидимся в следующем эпизоде товарищи космодесантники только революция только победа и на всякий случай назад посмотришь мало ли придет дроид тоже давай вставай смотри назад вот так вот на этом заканчиваю эпизод до следующего эпизода товарищи космодесантники и и